Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме, вот последняя ее часть мы хотели бы посвятить, продолжить разговор о культуре, мы говорили о разнике Риги. Вот каждый август обычно для нас праздником уже как-то вот долгие годы был всегда фестиваль Summer Time, однако вот в этом году из-за, ну вот все знают каких обстоятельств, он все-таки будет видоизменен и в каком виде вот можно будет все равно прикоснуться вот прекрасным, удивительным концертом и встречам с любимыми артистами. Сегодня нам расскажет оперная дива и обладательница Ордена Трех Звезд Инесса Галланте, которая у нас в студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну вот я понимаю, что все-таки фестиваль Summer Time переносится, да, вот как фестиваль, но тем не менее ведь всегда фестиваль Summer Time сопровождали же и конкурсы молодых талантов, и это ведь осталось, я знаю, что он прошел конкурс молодых талантов. Да, прошел, и прошел очень, мне кажется, славно, нам тоже пришлось последний тур перенести с мая на юнь, и мы сумели все-таки все это провести и достойно, и опять услышали новых, замечательных и многообещающих ребят, у которых, я надеюсь, будет замечательная перспектива. Сейчас немножко сложновато вот так пафосно и радостно мурлыкать по всем вот опять каким-то не очень сведениям то да сё в одном-другом государстве, царстве-государстве и так далее. Ну вот такой год странный, високосный, вот, и он построил, конечно, условия жизни всей планеты, он просто её перевернул с ног на голову, или наоборот, с головы на ноги, и наоборот. И вот так всё время, конечно, то, что фестиваля не было, очень непривычно, потому что это было много-много лет, и мы отметили свой юбилей 15 лет в прошлом году, но жизнь продолжается, как мы понимаем, и всё-таки, пусть в другом режиме, оно существует, и во время вот этой вынужденной изоляции я и моя семья, мы обсуждали все, конечно, наши планы, и с помощью вот одного доктора, который к нам обратился, он работает на скорой помощи, те курс, обаятельный доктор, и большой поклонник меня или нас, нашего фонда Инесса Галланта, и того, что мы делаем, и, в общем, он попросил для своих коллег, чтобы я записала Ава-Марию Качини, которая вот получила такую всемирную известность, и была записана очень давно на моём первом диске, вот, и получил такое второе рождение, или на самом деле первое рождение. Практически, да, это вот стало мировым таким вот большим хитом. Да, хитун, и неважно, я в Австралии, или я в Корее, или я в Аргентине, люди все подбегают, Ава-Мария, и слёзы на глазах, и так далее, то есть это как-то очень задело сердца, и произвело какое-то такое впечатление, кстати, в Голливуде, и потом в Амстердам, и так далее, и так далее, и там пошли золотые платиновые диски, конечно, не только это, всё-таки я оперная певица, но я думаю, что вот это произведение, оно такое магическая какая-то сила, его простота, лаконичность и вот что-то такое созвучно нашему сердцу и душе. Да, и, конечно, моя первая профессия, всё-таки я медик, и оно вот всё вместе совпало в прошлом. Ну, не бывает прошлых военных, прошлых медиков, вот, поэтому вот оно как-то совпало. И так, обсуждая, сидя в Германии под ключом, и обсуждая, и вот приняв это предложение, мой фонд, и вот мы пришли к заключению, что мы делаем запись, и один мой коллега из Амстердама застрял в Португалии, у него там своя студия тоже, кто-то, Осокин Андрей, в Риге, и, в общем, мы сделали такое, скажем, триумвират, и этот треугольник каждый был в своей стране. И идея была такова, что это новый проект, так называемая акция, где каждый может высказаться, каждый может излить свою душу или свои какие-то накопленные эмоции, предложения, интересные идеи, может быть, свой талант тоже раскрыть, поддержать всех жителей Латвии, потому что эта акция называется «Вива Латвия», и все, кто принимал участие в нашем фестивале когда-либо, и не зная, куда они едут, на что, но зная меня и спрашивая когда-то, а где такая Латвия и что это, я говорю, там такие, как я, как ты? Такое бывает? Да, и даже лучше. И с тех пор они спрашивали, а пригласишь ли нас еще раз? В таком просто удивлении, как они могли этого не знать, как здесь невероятно красиво, вкусно, какая публика, насколько люди фанатично преданы своим кумирам, как они разбираются во всем, как они воспитаны, насколько красивые люди и так далее. То есть удивление было совершенно такое искреннее, и это сохранилось в душе. Вот некоторые приезжали и второй, и третий раз, кто-то еще мечтает об этом. Во всяком случае, вот эта акция, мы уже начали в Лейлай Зинтерс, в Лепай, прошел первый наш концерт, ну вы знаете, сколько там публики разрешено, вот, постепенно там увеличивалось это число, потом еще у нас был концерт за Ригой. И так мы пытаемся свою творческую жизнь и наших студентов, или наших лауреатов, дипломантов, или кого мы считаем талантливыми и с перспективой, и кто верно и преданно служит этому делу, или мечтает связать свою жизнь с музыкой навсегда. У нас всегда было в приоритете, также на саммартайме, приглашает Инна Сагаланта, всегда каждый концерт мы начинали с наших талантов. И вот это все продолжается, но сейчас еще в большей дозе. Я и мои талантливые ребята, или талантливые ребята и я, мы делаем дуэты, сольные номера и так далее. И я вижу, что публике это очень интересно, потому что многие знают меня, помнят меня, сохраняют преданность и искреннюю любовь, и веру в то, что мы делаем хорошее, правильное что-то такое. И им интересно, как же и что ждет и в будущем, кого мы представляем и отбираем. Итак, этот цикл «Вива Латвия» – проект, символ Ава Мария Качини для тех, кто лечит, для тех, кто, не дай бог, заболел, для тех, кто боится, для тех, кто верит, что это ерунда и все рассосется, потому что мир состоит из разных людей, и все имеют право на свое мнение. Правды мы пока не знаем, это все еще впереди, но мне кажется, что самое лучшее лекарство, когда человек или в депрессии, или в растерянности, или в недоумении, когда многие вещи меняются, у кого-то рушатся, у кого-то остановилось, у кого-то, наоборот, стало лучше, и такое тоже есть, кто умеет работать и живет только с компьютером, и может не выходить из дома, ему это абсолютно не нужно, и сейчас можно заказать все и вся через все эти гаджеты и так далее. То есть у всех по-разному. Но я, как я повторяюсь, бывший медик считаю, что ничего нет полезней и благотворней, чем доброе слово, хорошие друзья рядом, семья, друзья и, конечно, музыка. она очищает душу, сердце, ваше тело, идет перезагрузка, перенастройка, она дает ощущение вечности и полета. и вот поэтому нельзя останавливаться и надо идти всегда вперед. Бывают разные ситуации, ну что, это, ну вот, вот такое нам выпало на нашу долю, ну, жизнь продолжается. Поэтому хотелось, чтобы в другой форме, по-иному, и в этом есть какой-то вызов судьбе, а вот где-то закрывается дверь, где-то открывается. И мы придумали такую идею. Это будет в сентябре, 12-го и 17-го сентября. Это будет такой симбиоз и концерта, и ток-шоу, и мастер-класс воедино. Я думаю, что публике это должно быть интересно. И тем, кто за нами следит и живет нашей жизнью, и всегда голосует и и так далее у нас очень большой такой поклонников и сочувствующих или живущих интересами вот того, что мы делаем. И, с другой стороны, человек, который, может быть, случайно забрел, просто любит музыку или интересуется, и он может задать вопросы. В зале будут микрофоны. Будет общение. Будет общение живое с исполнителями. И это будет вопрос-ответы. Это будет исполнение произведений. И также будет пару певцов или исполнителей и мастер-класс или мои, может быть, какие-то советы. Я проводила уже, скажем, ну, не стопроцентно именно так, но я делала такие вещи и в Австралии, в академии музыки. И в Корее, и в Америке это было просто в другом формате, но это было всегда очень интересно. Живое такое дыхание публики, переполнены залы, люди просто стоят, лежат. Все такое в легком жанре и без строгости закона. Просто мое мнение, потому что все-таки уже есть опыт за спиной, и человек, стоя на сцене, он должен быть всегда уверен, что он лучше других это может делать, или без этого он жить не может, и что это приносит удовольствие и радость остальным, и он живет этим, и он пришел на этот свет именно для этого, потому что это очень специальный образ жизни, потому что там нет ни выходных, ни рабочих дней, это всегда в этом, это твой аквариум, в котором ты существуешь. И где-то ты раб своего голоса, если мы говорим о голосе, мне это ближе всего, что понятно, а ты даже просто без этого мир теряет свои краски, вот и все, ты должен быть рабски этому предан, и вы служите друг другу, понимаете? То есть изменить этому нельзя? Нет, нет, это просто твой образ жизни и все остальное подчинено этому. И если это существует, это не значит, что эти люди, я не знаю, и другие не стоят такого внимания и уважения, совсем нет, они занимаются чем-то таким, чему они преданы, писатель, например, художник, это же постоянно, и денно, и ношно, варится и актер, он всегда ловит любые, как вы понимаете, качества или характерные, какие-то характерные такие нюансы и какой-то интонации, поворот и так далее, и собирает свой образ. Ну, певец это... И художник, я скажу, и актер, и все вместе. Все вместе. Это он должен вот этим жить, хотя кто-то говорит, что это такое музейное искусство. Нет, оно мы меняемся, время идет, музыка, конечно, остается, но вот интерпретации, как, например, Таутумейтес, которых мы будем представлять в этом году, мне кажется, что они более чем такие самобытные. Вроде они хороши, невероятно, просто дом моделей, просто Холлибуд, ну, девочки, ну, невероятные, красотки и приталантливые, потому что они первыми сделали вроде всем понятное, для кого-то уже как такое, знаете, слуховое какое-то, я не знаю, всем известные вещи, ты уже не реагируешь так свежо и по-новому, и вдруг все, что мы уже знали или может быть потерялась такая свежесть или в каких-то определенных обстоятельствах или праздниках оно приобретает свою силу, и вдруг вот эти девчушки, молодые красотки, они превращают все для нас уже такое известное и проходящее мимо, они останавливают наше внимание тем, что они это блюдо готовят совершенно по-новому и преподносят, и оно звучит по-иному, и другое внимание и интерес. Мы должны следить за тем, чтобы молодежь, чтобы им было интересно, потому что я работаю для эмоций, для души, для сердца, это лучшая медицина, это лучшее лекарство, это лучшее то, что дает человеку крылья и жить, силы идти дальше. Это опять повторяю, это моя медицинская душа, вот она не изменяет себе, потому что напомнить о том, что мы все вместе, мы братья и сестры, что мы интересны друг другу, что мы нужны друг другу, что есть всегда плечо, ты не одинок, не брошен, ты интересен, ты самобытен, для меня это очень важно, не проходите мимо, каждый человек достоин внимания, но вот такое вот что-то новое, свежее, мы же всегда смотрим, чтобы молодежь, наше будущее, чтобы для них это было интересно, многие говорят, опера это для тех, кому за 40, а Вагнер для тех, кому за 50, живя вот по всему миру столько уже лет, в этом есть какая-то правда, не без этого, но я наблюдаю во всем мире, как много молодежи ходят на спектакли, особенно, если они интересные, особенно, если они затрагивают также и их жизнь, понимаете, потому что вот пудреные парики, ты же не ходишь каждый день в Эрмитаж, и в Третьяковку, или в Лувр, но есть такие талантливые люди, которые могут привлечь к себе и заинтересовать всех, это не обязательно должно быть пошло, или вульгарно, или грубо, или обязательно там лесорубы на сцене, no, совершенно нет, но вот свое видение, свое умение, это опять-таки поцелован Богом и превращает любое или хозяйка. Кто-то сделает так, еще там кто-то приготовит, но приходит какой-то повар и из того, что нам знакомы все эти ингредиенты, это будет нечто такое, что ты никогда не забудешь, понимаете, поэтому есть Мишлен, поэтому есть вот эти звезды, поэтому есть особые вот места грибные, куда люди стремятся. из одной мучки, да не те ручки, понимаете, просто талант, талант и усердие и интерес. Ну вот из тех, кто будет на концерте, я знаю, что там должен быть солист латвийской национальной оперы тенор Артем Сафронов будет принимать участие. чудесный парень, тенор. Баритон Даниил Кузьмин. Чудесный мальчик, он, мы его знаем еще с 10-летнего возраста, когда у него ломался голос, он когда-то принимал участие у нас в фестивале на одном из концертов, и у него как раз шла мутация, и он был сопранистом, вообще пел таким тоненьким ку-ку, и потом вдруг, вот вы услышите, что с ним сделала жизнь, и она его превратила в такой низкий, насыщенный баритон, с такими даже, с легкой басовой окраской, вот, то есть Артем, он, переходя назад, наш тенор, который работал и учился одно рижанин, и он уехал в Москву учиться, вот, и потом стажировался также у Саткилавы в консерватории, он мне это сказал, я тут же заулыбалась, потому что были хорошие встречи с Саткилавой, в большом, приятные, в общем, и пел уже в театрах и так далее, но пока ты молод, ты развиваешься, ты постоянно чему-то учишься, к чему-то идешь, вот, и он вернулся в Ригу, супругой тоже певица, она тоже у нас в опере, я за них очень рада, потому что это ребята очень такие стабильные, серьезные, вот, и Даниил, я тоже за него, я горжусь, хороший мальчик, вот, и, конечно, будут и другие ребята, я просто не хочу, вот прям все карты на стол, но будет ли знаменитый вот испорги без напоминания о фестивале Summer Time? Ну, конечно, а куда от этого деваться, я немножко в таких чувствах, таких, раздвоенных, потому что наш фестиваль был запланирован с 5 по 11 августа, и он должен был вот сейчас закончиться, вот, и я прохожу мимо концертного зала, для меня как, знаете, вот такой пустырь, как будто что-то вот в этом, это лето умерло, понимаете, вот оно пусто, для меня это такое очень странное ощущение, что я не должна куда-то бежать, спешить, все время быть чем-то занято именно в этом месте, вот, вот, эта сцена и так далее, репетиции, и, 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 это странно для меня, потому что это детище, которое, ему 15 лет было в прошлом, в этом году мы бы праздновали 16-летие, и два года, пока оно вынашивалось в моей семье, и, и так далее, я думала, в чьи руки отдать, и вообще как, что с этим делать, и так далее, с этой идеей, то есть, уже этому, вы понимаете, странно, что этого нет, но и, конечно, для многих исполнителей, для многих время остановилось, потому что оркестры, все оперные театры, концертные залы, все контракты и так далее, они для исполнителей, ну, на это время потеряли силу, но Зальцбург работает, они что-то делают, в своем режиме, как-то они пытаются свой юбилейный год спасти, но мы уже в марте поняли, что на самом деле мир буксует, и что ничего не будет такого, и что все должно встать на какой-то переключатель и темп где-то замедлится, где-то остановится и так далее, и в самых благополучных странах это не важно, но будем жить всегда в будущем, у нас впереди вся жизнь перед нами, сентябрь не за горами, я очень надеюсь, что это глупая пандемия, этот невоспитанный вирус утихожен, что люди должны с этим справляться, и что нас ждут много интересных открытий, и что вот это наша новая акция или проект под гидой Viva Latvia, что это будет иметь хорошее будущее, и что это будет очень интересный проект. Док-шоу, то есть общение с исполнителями, и мастер-классы, и концерт воедино. Мне кажется, что такого нет нигде в мире, я с таким не встречалась, и мы в этом плане пионеры, и я очень надеюсь, что это будет интересный проект, и желаю нам всем здоровья. Приглашаем 12 сентября в Большую гильдию, и 17 еще сентября будет дополнительный концерт, и на Сагал, ты сегодня у нас была в студии, спасибо вам большое, удачи. Всем здоровья и сил, энергии, хорошего настроения, ваши Иносы Галанты. Иносы Галанты.